Главное лицо российского бескультурья и одновременно облик его интеллигенции. Образца конца 90-х. На протяжении многих лет, казалось бы, только одиозный Сергей Шнуров мог донести слушателю всю правду жизни современной России. Незамысловатые тексты и задорные аранжировки изрядно пьющего и постоянно матерящегося со сцены питерца покоряли все новые и новые сердца, позволяя легендарной группе Ленинград раз за разом собирать стадионы. Однако в жизни любой рок-звезды рано или поздно начинается черная полоса. Для Сергея Шнурова отправной точкой в забвение стало решение бросить пить. Казалось бы, отказ от алкоголя должен пойти солисту Ленинграда на пользу, но вместо этого трезвая жизнь утащила его в новую пучину – политическую. Все это, ну, то, что происходит и сейчас, и происходило там год назад, два-три со мной, да, это вообще повод такой задуматься над собственной судьбой. Вмиг Сергей Шнуров стал воплощением всего того, что он презирал и высмеивал в своих песнях на протяжении долгой музыкальной карьеры. Ну, телевизор абсолютно негатив, там же невозможно услышать ничего хорошего. Став ведущим популярной программы на первом канале Рост-ТВ, Шнуров забыл про бранные словечки и сменил некогда любимые рваные кеды на лакированные туфли. С тех пор переобуваться на лету стало любимым делом музыканта. Я решил поменять игру, переделаться в конце концов, вот дурацкое слово там «переобулся», да. Если люди вообще в принципе не переобуваются, у них очень противно пахнут ноги. Я предпочитаю менять углы. К примеру, так на острый вопрос о Путине Сергей Шнуров отвечал популярному интернет-блогеру Юрию Дудю в 2017-м. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Я ему скажу, что хватит. А вот тот же Сергей Шнуров через несколько лет таки предстает перед Владимиром Владимировичем, но уже не как музыкант, а переобувшись в новоиспеченную должность генерального продюсера прокремлевского канала РТВАЙ. Здравствуйте, Владимир Владимирович, Сергей Шнуров, международный телеканал РТВАЙ. Добрый день, Сергей. Самый козырный вопрос про Навального я, скорее всего, оставлю своим коллегам, я такой вот добрый буду. А так как канал у нас международный, вопрос мой будет следующим. Почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу? Дальше больше никогда не скрывая свою любовь к деньгам, особенно большим, Шнуров стал очередным рупором Кремля, смешивая с грязью своих некогда лучших друзей и прославляя Путина на каждом шагу. Вышел как из почки камень господин Невзоров, как из жопы вылез глист и порез в другую. Каскадер и скандалист право в психую. Да только ускакать от позора в итоге не смог сам Шнуров. Изрядно вымазавшись в российской пропаганде, бывший рокер угодил в серьезный скандал. На днях в российских СМИ прокатилась новость о том, что вокалист группы «Ленинград» приехал на оккупированную войсками РФ территорию Луганской области. Компании с Евгением Пригожиным, финансирующим деятельность ЧВК «Вагнер» и актером Георгием Боланевым, трио позировало в городе Ирмино. К нам самим пришел полный Донбасс и всем гарантирован в финале. Позднее под скандальным фото появился комментарий Сергея Шнурова, в котором он заявил, что снимок отфотошоплен. Сам же музыкант сейчас находится в Турции. Однако в это поверили не все. Недалекий в своих песнях артист и преклоняющийся перед деньгами музыкант запросто мог ввязаться в подобную авантюру и поехать развлекать террористов вместе с солдатами оккупационной армии. Но вот почуяв запах жареного и перспективу оказаться в компании полных маргиналов типа Пореченкова и Ахлобыстина, по старой доброй традиции хитро сделанный Шнур в очередной раз вполне мог быстренько переобуться. Когда я что-то говорю в публичном поле, не в публичном поле, это не значит, что я вам лично чего-то обещаю. Как бы там ни было, двуликость Шнурова изрядно утомила его фанатов. И похоже, легендарной группе «Ленинград», не раз заявлявшей о своем распаде, таки настал конец. Российскую публику больше не заводит протрезвевший и уверовавший в Путина как бога питерский бунтарь. Недавнее фото в обнимку со зловещим поваром Путина и покровителем террористов-вагнеровцев Пригожиным забило последний гвоздь в крышку гроба популярности некогда очаровательного хулигана. А значит, дни Шнурова на большой сцене сочтены. Им на смену придут либо позорные концерты на днях России, либо бесславное забвение.